Российская армия сегодня самая современная в мире, с лучшим оружием, боевым опытом и под чётким командованием. В этой самой стране военнослужащие зачастую живут в позорных деревянных бараках прошлого века. В таких домах, кстати, зачастую нет даже канализации, а вместо унитазов выгребные ямы. За водой люди ходят на колонку на улицу, а вместо туалета в квартирах выгребные ямы. В такую дыру и провалился житель седьмого дома. В 21 веке, глядя на такое, перестаёшь удивляться, зачем российская армия тянула из Ирпеня и Бучи всё, даже поношенные трусы. Но главное же здесь всё-таки в другом. Россия ведь далеко не бедная страна, у неё есть и нефть, и газ, и уголь. Почему же при таких водных даже вояки зачастую живут в помойных общагах или бараках? Ещё 20 лет назад в Кремле поняли, насколько выгодно постоянно жить в состоянии войны. Начиналось всё с истории, мол, не время жаровать, братцы. Боевики в Чечне распоясались. Надо в самолёты да технику деньги вкладывать. В туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов. Всё. Запуганный ФСБшными терактами народ громко кричал «Ура!» Ну вот победим в Чечне, и деньги, наконец, на нужды простых россиян пойдут. Но не тут-то было, ведь вслед за Чечнёй началась война в Грузии. Россия объявила операцию по принуждению к миру. Началась война. Потом в Украине. После Украины была Сирия. И всё это под бесконечные крики о том, что НАТО вот-вот нападёт. Угроза Запада. Это абсолютно реальная угроза. Оно катится к нашим границам с учётом всего того, что может быть большая война. Российское государство, как государство, будет уничтожено на радость НАТО, Запада. Будут взрывать нас и метать. Вы этого хотите? В итоге более 100 миллионов россиян постоянно держат в страхе из-за якобы внешних угроз. И при таком подходе к делу об улучшении благосостояния людей никто и не заикается. Да какие школы, какие больницы? Армии деньги нужнее. А то ж, гляди, фашистующие украинцы с армией меньше и в 10 раз нападут на Россию. В СССР готовились нападать. Вооружённые силы Украины готовились в конце февраля наступать на территорию России. И училась именно воевать с русской армией. За 20 с лишним лет такой жизни вера в мощь своей армии стала чуть ли не главной духовной скрепой россиян. Мол, да, живём мы небогато, но если надо, то за 5 дней до Берлина дойдём. 1800 километров для современной армии не расстояние. Тем более многие русские офицеры неплохо знают Германию. Им там даже карты не потребуются. Технический перевес явно на стороне России. В Севастополь вернулся флагманский ракетный крейсер «Москва», известный как «Убийца авианосцев». Ответить на такую армаду российских кораблей США фактически нечем.